Указом президента Российской Федерации 2013 год в России объявлен годом охраны окружающей среды. Это весьма важно и весьма, конечно, значимо. То есть это свидетельствует о том, какое значение придают на уровне президента Российской Федерации вопросам охраны окружающей среды. Ну и, конечно же, налагает на возглавляемое мной министерство целый ряд дополнительных обязанностей. И возникает целый ряд вопросов. А как, собственно, мы, собственно, не мы, а, наверное, область, город будут проводить этот год? Какими событиями, какими свершениями мы встретим этот 2013 год? И чего хотелось бы добиться с нашей точки зрения, с точки зрения министерства? Совершенно очевидно, что решать вопросы окружающей среды, проблем, стоящих в области охраны окружающей среды, какими-то административными методами невозможно. Потому что пока нет надлежащего экологического воспитания, пока не решены вопросы экологического просвещения, пока не сформирована экологическая культура населения, вот мы не сможем переломить, ну, например, проблему несанкционированных свалок мусора. Ну, и ряд других проблем экологических, они без активной помощи, активного участия населения невозможны и немыслимны. Поэтому мы считаем одной из важнейших своих задач, конечно же, вовлечение всего активного населения города и области в решение экологических проблем. А это, естественно, невозможно без активной помощи средств массовой информации. Поэтому хотелось бы воспользоваться, поблагодарить, во-первых, за то, что мне предоставили такую возможность вот встретиться с вами и обратиться вот ко всем средствам массовой информации за помощью. Потому что без освещения вот всех этих проблемных вопросов, без вовлечения, еще раз повторюсь, населения в решении этих проблем, мы не сможем ничего добиться, как бы мы ни старались. Ну, и штат министерства у нас совершенно небольшой, всего-то после сокращения осталось 80 человек, и бюджет у нас самый маленький среди всех министерств субъекта. Ну, к сожалению, возможности бюджета ограничены, и в 2011 году на охрану окружающей среды в расходах консолидированного бюджета доля расходов на охрану окружающей среды составила 0,1%. Поэтому, естественно, с учетом вот таких вот скромных возможностей, только активная совместная работа со средствами массовой информации с населением способна дать нам какие-то позитивные сдвиги. Хотя на самом деле эти сдвиги уже есть. Ну, вот что я имею в виду. Ну, например, в области охраны атмосферного воздуха. Есть такой универсальный индекс, индекс загрязнения атмосферы. Так вот, он в Омской области по итогам 2011 года впервые за последние неизвестно сколько лет, значит, за все годы, пока идется наблюдение, вышел из категории высокого и опустился до уровня повышенного загрязнения. То есть, там вот этот есть индекс, он имеет 4 градации, низкий, повышенный, высокий и угрожающий высокий, значит. И вот у нас он только повышенный, да, вот впервые за последние годы в 2011 году. Ну, конечно, вы мне можете возразить, сказать, так у нас промышленность останавливается. Да, наверное, в значительной степени уменьшение выбросов атмосферы связано с проблемами, которые испытывает наша промышленность. Но не только в связи с этим, поскольку наши крупные промышленные предприятия, они и по собственной инициативе, и по нашим требованиям провели большую работу, вложили значительное количество средств в экологические мероприятия, и вследствие этого уменьшили выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сброс их в поверхностные водные объекты и образование отходов. Если говорить, например, о такой очень больной проблеме, то есть у нас практически 20 лет разлагались и загрязняли окружающую среду пестициды, неиспользуемые в сельском хозяйстве, поскольку проблемы сельского хозяйства также всем хорошо известны. И вот правительство Узкой области нашло возможность профинансировать, и за последние два года, за 2010-2011 год, вывезено и утилизовано свыше 200 тонн этих пестицидов, то есть ядов, которые загрязняли почву и воздух Омской области. Причем, что важно отметить, что они вывезены за пределы Омской области, то есть на специализированные полигоны за пределами Омской области. Ну и так далее, то есть, в принципе, по любому направлению, если говорить, я готов назвать какие-то положительные примеры. Но это, конечно же, только самое начало пути, и пройти этот путь достаточно уверенно мы сможем, очередной раз скажу, только с помощью средств массовой информации, только с помощью общественности. Поэтому, да, еще один момент, на который я, конечно, хотел обратить внимание. Собственно, он где-то и был озаглавлен в качестве темы пресс-конференции. Это плата за негативное воздействие на окружающую среду. С точки зрения закона об охране окружающей среды, всякий хозяйствующий субъект, чья деятельность связана с негативным воздействием на окружающую среду, должен платить за это негативное воздействие. А при этом под негативным воздействием на окружающую среду понимается не только, скажем, выброс загрязняющих веществ в атмосферу, не только сброс их в поверхностные подземные водные объекты. Это также и размещение отходов, это также и даже тепловое воздействие, электромагнитное и другие виды излучения, шум, вибрация и так далее. Все эти виды воздействия, вредного воздействия, являются с точки зрения нашего законодательства платными. Крупные промышленные предприятия, они, естественно, знают эту свою обязанность и они ее выполняют. Но в общей сложности у нас числятся и платят за вредное негативное воздействие на окружающую среду всего чуть более трех тысяч юридических лиц. То есть, что составляет всего-навсего порядка пяти процентов от общего количества юридических лиц, состоящих на учете, числящихся, скажем так, в едином государственном веществе юридических лиц. Остальные 95 процентов не платят. А это неправильно. То есть, поскольку, как я уже сказал, любое, например, предприятие общественного питания, то есть там, естественно, в процессе приготовления пищи образуются всякие разные испарения, которые выбрасываются в атмосферу, значит, за эти выбросы надо платить. Даже любой супермаркет, гипермаркет и так далее, потому что там тоже, там образуются отходы. За размещение этих отходов надо платить. Даже любая фирма, которая просто имеет автотранспорт, коль скоро эксплуатация автотранспорта связана с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, за это тоже надо платить. Но, еще раз повторюсь, у нас, к сожалению, только крупный и средний бизнес охвачен, скажем, вот этими платежами и платит их в бюджеты. А платежи эти, к слову сказать, распределяются следующим образом. 20% этой платы идет в федеральный бюджет, 40% областной и 40% местный. То есть, получение этих денег весьма важно для областного и муниципальных бюджетов. Но мы имеем, например, такую ситуацию. За 2011 год все эти предприятия Олгарской области заплатили в виде платы за негативные воздействия, то есть и за воздух, и за воду, и за размещение отходов и так далее, всего-навсего 107 миллионов рублей. Много это или мало? Ну, если учесть, что примерно половина этой суммы приходится на ТГК-11, то все остальные заплатили, получится всего 50 миллионов рублей. Ну, или, например, такой пример. Вот Нижнеомский район, не самый маленький, не самый такой, скажем, бедный, условно говоря, район Омской области. Там у нас нашлось 26 плательщиков этого сбора, это не налог, подчеркиваю, это сбор, то есть компенсационный платеж за негативное воздействие на окружающую среду. Так вот, на весь Нижнеомский район нашлось 26 плательщиков этого сбора, которые заплатили за 2011 год 70 тысяч рублей. 70 тысяч. Сколько это, значит, вот в структуре расходов бюджета того же Нижнеомского района, ну, например, на транспортировку мусора, на его хранение, утилизацию и так далее. Ничтожно мало. Вот отсюда проблема. Причем мы убеждены в том, что вот такое состояние с этими платежами или такое малое количество плательщиков этого сбора обусловлено не только, ну, вернее, даже не столько тем, что организации не хотят платить. Значительная часть потенциальных плательщиков, они просто не знают о том, что они должны платить. Потому что на самом деле размеры этих платежей, они смешные, ну, вот для не являющихся субъектами крупного или даже среднего предпринимательства. Потому что вот сами эти нормативы, установленные федеральным законодательством, они, с моей точки зрения, неоправданно низки. Просто необъяснимо низки. Ну, например, вот несколько таких вот цифр вам могу привести. За выброс в атмосферный воздух тонны аммиака, аммиака, представляете, да, то есть, что это за химическое соединение и чем это опасно. Плата установлена 52 рубля за тонну. за сжигание тонны бензина, неэтилированного, тонны неэтилированного бензина, которого сжигаются тысячи тонн, так вот, за тонну бензина 1 рубль 30 копеек. За вывоз и размещение отходов, тонны отходов 5-го класса, ну, правда, 5-й класс, он, конечно, не опасный, но, тем не менее, за размещение тонны мусора, грубо говоря, 40 копеек. 40 копеек рублей. Вот, поэтому, конечно же, но это другая проблема, это проблема федерального законодательства, так сказать, и мы, естественно, будем вносить предложение об усовершенствовании этого законодательства, но и, тем не менее, даже при вот таких вот ничтожно малых платежах, я думаю, что если мы с вашей помощью, естественно, сможем стимулировать потенциальных плательщиков на разработку проектов допустимых выбросов, на получение разрешений, мы сможем, ну, ведь этот самый сбор, он ведь на самом деле носит такой стимулирующий, компенсационный, да, с одной стороны, это компенсация за некое вредное воздействие, а с другой стороны, он же стимулирует все хозяйствующие субъекты на уменьшение этих самых своих выбросов, на уменьшение вредного воздействия на атмосферу, и в этом плане, вот, я думаю, сообща мы сможем каким-то образом сделать так, чтобы стимулировать наших хозяйствующих субъектов и на внесение платы, и таким образом, на компенсацию вредного воздействия, и с другой стороны, на активизацию работы по внедрению каких-то новых технологий, ресурсосберегающих, энергосберегающих и так далее. Вот это та проблема, о которой я вот хотел бы также с вами сегодня поговорить. Ну, а в принципе, готов отвечать на любые ваши вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста, представьте еще, бизнес-курс, Ирина Пешова. Вот как раз-таки, продолжая тему, все помнят, когда выпал снег в нефтяниках, химический снег, это оказался одним снегом, и сейчас уже стало известно, что все-таки причина нефтезаботы. Вот какой штраф выразить предприятию, и что нужно делать, чтобы избежать таких ситуаций? Ну, значит, давайте тогда сначала все-таки в отношении того, что стало известно. Но пока, давайте говорить только о фактах, но пока известно, что управление Росприроднадзора по Омской области возбудило дело об административном правонарушении в отношении открытого акционерного общества Газпром-нефть-Омск. Вот. Оно, составлен протокол административного правонарушения, и было назначено его рассмотрение, но по ходатайству лица, привлекаемого к ответственности, уже два раза откладывалось рассмотрение этого дела, и, если не ошибаюсь, на 16-е число, ой, на 17-е число сейчас назначено рассмотрено, могу ошибаться по скальдатах, но где-то на следующей неделе должно быть рассмотрено. Поэтому вывода о виновности еще не сделаны, то есть, скажем, постановление, признающее виновным это акционерное общество еще не вынесено, но при этом, конечно же, с моей точки зрения, те факты, которые имеются в распоряжении управления Росприводнадзора, они свидетельствуют о том, что именно «Газпромнефтьомск», его установка явилась источником выброса этого самого алюма-силиката в атмосферу, ну и потом, соответственно, выпадание его на почву. Потому что те факты, которые имеются, например, записи в журнале работы этой установки о том, что она работала практически в аварийном режиме, о том, что завезли новый, свежий грузовик этого самого катализатора, вопрос, куда он делся тогда, если, значит, понадобилось несколько тонн этого самого алюма-силиката нового, значит, именно в этот период загрузить в установку. Но, еще раз бы, вывода виновности нет, то есть мы пока можем пока говорить о предположениях или просто давать оценку свою, неофициальную, неформальную, тем фактам, которые имеются уже в распоряжении. Но, тем не менее, вот, если говорят дальше, возбуждено дело по статье 8.1 Кодекса административных правонарушениях, а вот теперь давайте рассуждаем, значит, на тему, а что грозит мне эти заводы, да, то есть, вот, у меня просто выписка из Кодекса административных правонарушениях на юридическое лицо, в данном случае, штраф за вот такие действия, да, с теми последствиями, которые есть, штраф от 20 до 100 тысяч рублей, насколько это адекватно. Но это федеральная законодательность, это Кодекс административных правонарушениях, значит, вот, значит, максимальные санкции для Газпромнефть Омск, если оно будет признан виновным, и, там, устоит это постановление, 100 тысяч рублей. Но на другие предприятия еще работают. Мы, значит, мы, тут, мы, естественно, когда занимались проверкой этого самого факта выпадения этого снега, как его назвали, да, в прессе, мы отработали практически весь вот этот самый промышленный узел совместно с Росприроднадзором, совместно с Роспотребнадзором и попытались исключить возможно, ну, других субъектов хозяйствующей деятельности из причастных к вот этому факту. И отборы проб, и анализы, всякие разные брали, и они позволили нам убедиться в том, что, ну, скажем, с нашей точки зрения нет другого возможного, значит, источника выброса, и производство вот других, скажем, у соседей Газпром Нефть Омск функционировало нормально, без нарушений технологических режимов, без вот тех последствий негативных, которые имели место быть в данном случае. в данном случае, то есть, еще добавить, на свое мнение, нужно бороться в таком случае, в данном случае, в данном случае, и если бороться, то как, или, может быть, это не все вредно, что в вашем случае? Ну, я, честно говоря, бороться, ведь здесь, я, кстати, должен сказать, что я очень ценю вот те усилия, которые руководство Газпром Нефти предпринимает по улучшению своих экологических характеристик, они действительно очень много занимаются этими проблемами, значит, и с моей точки зрения, здесь, скорее всего, имело место какой-то несчастный случай, так сказать, да, но это, конечно, скажем, никак не влияет на характеристику этой ситуации, и, конечно же, как-то нужно их профилактировать, но это, скорее, на уровне, значит, выстраивания технологических процессов, то есть, мы, наше министерство, влиять на эти вещи не в силах, но, вот, как мне кажется, что, ведь, фактов не таких, может быть, но каких-то меньших, значит, их ведь намного больше, но далеко не о всех о них становится известным, и поэтому здесь весьма важна, опять-таки, какая-то некая обратная связь, да, чтобы вот мы получали больше сигналов, мы тот же самый Росприроднадзор, Роспотребнадзор, и так далее, получали больше сигналов о том, что вот имеет место там какие-то осадки там неправильные, имеет место там какие-то запахи, значит, ну вот, например, вот сейчас возбудили дело, проводим проверку, и возбудили дело по жалобам на деятельность в Кировском районе предприятия, которое производит стекло, да, то есть вот, опять же, мы еще не делаем никаких выводов о виновности, так сказать, но нам об этом стало известно благодаря тому, что вот к нам обратились заинтересованные лица и сказали, вот обратите, пожалуйста, внимание, вот есть деятельность, там что-то такое непонятное выбрасывается в атмосферу, значит, вследствие этого ухудшается там и наше состояние и так далее, значит, ну, получив эту жалобу, мы выехали, отреагировали, возбудили дело, значит, мы сейчас, естественно, будем ставить вопрос, ну, скажем, если подтвердится виновность этого юридического лица о привлечении к ответственности и о приостановлении этих выбросов. И, в частности, вот в этом году наше министерство предъявило, вернее, получило уже, значит, пять решений судов о приостановлении эксплуатации источников вредных выбросов в атмосферу, то есть вот, когда мы либо самостоятельно инициативные проверки проводим, либо по каким-то заявлениям выявляем, что есть некая организация, которая без разрешения полученного в установленном порядке осуществляет какую-то деятельность, связанную с негативным воздействием на окружающую среду, мы подъявляем суды, значит, и суды приостановляют деятельность. Вот, в частности, западно-сибирский, такое есть у нас ООО, западно-сибирский металлургический комбинат, который в Старо-Анкировске таким образом действовал, у нас есть решение суда о приостановлении эксплуатации этой организации. Четыре я сейчас не вспомню, но вот есть такой еще очень какой-то немножко комический, наверное, подтекст, что в числе лиц, вот таким образом привлеченных к ответственности, оказалась некая ООО с названием Экология Плюс, которая в Омском районе, значит, занималась производством кормов, значит, да, вот у них оказалась та же самая ситуация, вот решение Омского суда приостановлена эксплуатальная деятельность этой организации. Так что, вот называясь экологией, значит, или там прикрываясь, вот действуют они с другим нарушением металлургического законодательства. Ирина Кузьминова, Ваша революция, уголовного Николая Александровича, вот таким обладает вообще город, область арсеналом средств для оперативного анализа там уже воздуха воды, потому что вы помните историю в мае этого года воняло в разных уголках города и так как бы очень сложно было найти виновного, по-моему, так и нашли водоканал, вроде так сказал, да не мыс, и сказали, что есть превышение ПДК по ацетону и все на этом затихло. Вы же говорите сигналы, да, какая реакция и возможности к этому покажутся? Ну, давайте про возможности. Что касается охраны атмосферного воздуха, ну, вообще у нас же есть специализированный орган Федеральное агентство гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды там Росгидромет сокращенно, то есть они не только прогнозы погоды, значит, они вообще как бы в принципе обладают, располагают сетью пунктов контрольно-измерительности, берут пробу и воздуха, и воды, значит, и анализируют их на содержание всяких разных загрязняющих веществ. Это структура федеральная, которая финансируется соответственно из федерального бюджета. Возможности к сожалению ограничены и если мы говорим об атмосферном воздухе, то у них на сегодня работают их собственных станций шесть по городу, значит, плюс две станции, поскольку правительство Томской области не может мириться с подбуду, это мало, это недостаточно конечно явно для нашего огромного города всего шесть вот таких постов по воздуху, я имею ввиду. Значит, и на средства областного бюджета были приобретены еще дополнительно две станции, их поставили в районе аэропорта местных линий и в поселке 40 лет октября поближе к трубам шинного завода завода техуглерода и в этом году опять же на средства областного бюджета выделено уже объявлено аукцион 7 миллионов рублей на приобретение еще двух стационарных постов, значит, которые мы уже один из которых мы планируем разместить поближе к трубам 35, значит, как самого вредного с точки зрения количества выбросов хозяйствующего субъекта области, а другой тоже, так сказать, в Кировском районе только с другой стороны как бы спальной зоны, значит, Кировского района. Вот. Это как бы вклад, значит, вот уже в Омской области, значит, ну, эти пробы анализируются опять же тем же самым гидрометом, поскольку у них специализированные лаборатории, так сказать, эти слованные специалисты, значит, занимаются анализом этих самых проб. И что надо еще отметить, если вот эти станции, как бы, гидрометовские, они как бы это сказать, ну, то есть там забор проб осуществляется механически, то есть приходит лаборант три раза в день, прошу прощения, значит, и вот берет эти самые заборы проб. то вот станции, которые приобрела область, значит, они автоматические, то есть там заборы проб осуществляются автоматически, вот что естественно, ну, как бы, повышает и качество, и оперативность, потому что гидромет работает, ну, как бы, в обычном штатном режиме, и, ну, не секрет, да, что вот поскольку те же самые лаборанты этого гидромета, они, ну, например, в воскресенье отдыхают, да, то хозяйствующие субъекты, которые, скажем так, не очень тщательно относятся к вопросам соблюдения экологического законодательства, они там по ночам и в выходные, они вот и там пытаются каким-то образом, значит, вот свои какие-то лейки там производственно исправить путем выброса чего-то куда-то, то вот эти автоматические станции, они работают 24 часа в сутки, да, и, соответственно, значит, эффективность их вот информации, опять-таки, она намного выше, чем у этих других станций. Вот, но и мы полагаем, что вот когда у нас их вот уже в этом году будет 10, это уже будет, ну скажем, такой достаточный минимум, минимум, но достаточный для того, чтобы более-менее объективно оценивать состояние воздуха. Но мы вот в нашей долгосрочной целевой программе об охране окружающей среды в Омской области в 2010-2015 год предусмотрены дальнейшая работа в этом направлении, но, еще раз подчеркну, это как бы функция федеральная, но областное правительство, понимая социальную значимость вообще всех экологических процессов, находит средства в скудном бюджете на приобретение таких средств. и будем продолжать работать в этом направлении. Мобильная какого-то... Есть, совсем забыл, спасибо большое. Опять же, в прошлом году на средства областного бюджета была приобретена еще и мобильная передвижная лаборатория, которая ездит уже по районам области и берет образцы заборов и воздуха, и почвы, и что радует безусловно, что в районах области вообще все наши пока эти работы вообще не выявили практически превышения предельно допустимых концентраций. В городе, да, в городе у нас есть, значит, но экстремально высоких, опять же, не зафиксированы за последнее время случаи загрязнения атмосферного воздуха, почвы, воды и так далее. Да, высокие есть, экстремально высоких не было, а в районах области мы проехали вот такие значимые районные центры, в общем-то все в пределах примерно допустимых концентраций. Так, пожалуйста. В конце области была открыта охота, были уже ЧП, может быть, не связаны с вашим ведомством. Почему не связаны? Связаны. Да, были всякие ЧП. На ваш взгляд, как проходит охотничество и какие такие самые вопиющие случаи могут быть? Давайте тогда вообще об охоте поговорим, если я не сильно вас напрягаю, отвлекая ваше время. Охота это очень важный такой вид отдыха, скажем так, для населения и количество охотников у нас все время растет. Все время растет. По данным областного общества охотников и рыболов и таких ведомственных обществ, у нас порядка 40 тысяч охотников. Это те, кто числится членами этих самых охотничьих обществ. С 1 июля 2011 по 1 июля 2012 года проходила процедура выдачи единых федеральных охотничьих билетов всем охотникам. 1 июля она официально завершена, но при этом я опять же пользуюсь возможностью общения с прессой. Хочу сказать, что это на самом деле не лишает возможности тех, кто еще не поменял старые охотничьи билеты прийти и все-таки получить единый федеральный билет без всяких штрафных санкций. Просто отсутствие вот этого нового единого федерального охотничьего билета лишает возможность заниматься охотой. То есть право на получение нового билета остается, никаких штрафных санкций в связи с течением установленного законом срока не предусмотрено. Пожалуйста, мы по-прежнему и мы и в районах области наши работники меняют эти самые охотничьи билеты, выдают билеты нового образца без всяких штрафных санкций. Но зато если кто-то со старым билетом приедет на охоту, тут уже да, тут уже будет включаться механизм привлечения к административной ответственности. Это что касается таких организационных начал охоты. Что касается самой охоты, охотничий сезон был объявлен указом губернатора Омской области от 31 июля 2012 года. И в этом указе определены основные параметры. Прежде всего из значимых вещей полностью запрещена охота на лосей. Не будет ни в так называемых общедоступных охотничьих угодьях, ни в закрепленных разрешена охота на этих красавцев. Почему? Потому что надо немножко если позволите механизм. Губернатор не просто берет и решает нельзя стрелять лосей или можно. Или например можно добыть 300 косуль или 500 косуль. Безусловно появление этих цифр в указе губернатора предшествует очень большая работа, которую координирует наше министерство. проводятся так называемые зимние маршрутные учеты, потом проводятся публичные слушания, потом проводится государственная экологическая экспертиза, потом это все представляется еще в федеральное бюджетное учреждение Центра охотконтроля в Москве и только потом, когда уже эти цифры выверены на 5-7 раз, только после этого рождается проект указа и сам указ губернатора. Исходя из всех этих данных по численности того же лосик в Омской области и принято решение о запрете охоты на лосей. И это вызвано безусловно стремлением сохранить ту популяцию, которая есть и дать возможность увеличиться этой самой популяции с тем, чтобы уже достичь того количества, когда можно какое-то количество отстрелять. Потому что наше управление, которое этим занимается, оно называется управлением охраны животного мира, в том числе и охоты. Занимается оно охотой. Главная задача охранить от необоснованного уничтожения, скажем, без... Например, если немножко перейти, кабан. Кабан это животное, скажем, не сибирское. В Сибири он зимует плохо, тяжело ему зимует, его нужно подкармливать, его нужно разводить. И поэтому тот же поголовье кабанов завозили и разводили. Но когда его подкармливают, то он совершенно нормально плодится, поскольку он крути-не крутит, та же самая свинья, только в дикой природе, у них хороший приплод, и это поголовье распространяется. Когда его становится много, то они на полях тормятся, роют, причиняют, если хотите, даже вред положим, могут фермерским хозяйством причинять. И часть этого поголовья нужно отстреливать. С учетом этих всех факторов рождаются цифры в указе губернатора. И вот в частности в этом году в закрепленных охотеугодьях разрешена охота на кабана и на косулю. Что касается происшествий, то пока, к счастью, у нас каких-то таких происшествий, связанных с массовым браконьерским истреблением животных, не выявлено. Да, еще до открытия охотничьего сезона в Тюкалинском районе была задержана машина, где перевозилось мясо убитых косули и кабана. По данному факту возбуждено уголовное дело, ход расследования которого я лично контролирую. Там проводятся сейчас даже баллистические экспертизы, поскольку пули были найдены и изъяты в мясе убитых животных. И я полагаю, что мы сможем сообщить вам об изобличении лиц виновных в совершении этого преступления. Что касается других происшествий, связанных с охотой, то да, к сожалению, во время открытия охоты имел место факт, когда на нашу рейдовую группу было совершено нападение группой охотников, находящихся в нетрезвом состоянии в том же Тюкалинском районе. И наш инспектор по охране животного мира получил телесные повреждения, до сих пор еще находится в больнице. Поэтому факты тоже возбуждены уголовные дела. Естественно, мы также контролируем ход его расследования. К счастью, ничего более такого. Имел место трагичный совершенно случай в Полтавском районе, несчастный случай, когда отец застрелил сына своего по неосторожности. Это безусловно трагедия, которая лишний раз говорит о том, осторожно нужно относиться к оружию и к обращению с оружием. и к обращению Жень, пожалуйста. Евгений, это насможка проводит. Вопрошаем на вопрос коллеги, мы несколько проигнорировали часть вопроса, я все-таки хотел вернуться к нему. Все-таки как развивать и закончилась история, что-то все-таки удается подоконал или нет, помните на папу меня? Вот, если честно, не помню. Вы понимаете, я вообще, вы говорите, а май, а май 2012 года, вот я с 17 июня являюсь министром. Вы понимаете, что с вами компания, общая организация, как можно не помнить весь город оборудования? Ну, простите меня, но не помню я этого. И я не работал в это время в министерстве, поэтому ничего, к сожалению, вам не могу сказать на эту тему. Я не укладываю, я просто... Это факт, то есть никак не наказали и... Подождите, подождите, я еще, я не знаю, я не помню этого факта, не слышал. Давайте я разберусь и попробую проинформировать... Через пресс-секретаря мы тогда попросим, чтобы она не слышала с Антеной 7. Денис Жарков, Антеной 7. Николай Александрович, а что там сейчас происходит с Кремниевым заводом? Не так давно были сильные панические настроения. Он строится? Ваше к этому отношение и насколько это производство будет вредно для людей? Спасибо. Спасибо за вопрос, значит. Вот мне действительно очень... Вообще очень интересно, к сожалению, вот в этой сфере охраны окружающей среды и всего, что с ним связано, значительно больше иногда всяких домыслов, слухов и сплетен, нежели реальных фактов. Откуда вообще взялся факт, что завод строится? Значит, или там предположение, суждение... Да, да. Значит, никакого завода не строится. Да, то есть у нас два наших промышленных, или, скажем, производственных гиганта, группы компаний «Титан» и «Мостовик», они имели такие проекты, значит, но «Мостовик», вот он перенес, так известно, строительство своего завода в Татарстан и в свободной экономической зоне «Алабуга», они уже там строят его, так сказать, там, не знаю, в какой степени готовности, но реально строятся, но в Татарстане, в особой экономической зоне. А что касается планов группы компаний «Титан», то у них тоже есть эти самые планы, ну, не знаю, может быть, это же их планы, не наши планы. Со своей точки зрения, хочу сказать, что для того, чтобы начать строить чего-то, они должны, во-первых, пройти процедуру публичного слушания выбора места объекта, даже эта процедура не проходилась. Во-вторых, по проекту, по рабочему проекту они должны пройти государственную экологическую экспертизу, а с подобным проектом для экспертизы они тоже не обращались. Поэтому на сегодня можно говорить, что нет ни проекта, ни места, значит, предполагаемого строительства, предполагаемого завода, это что касается отношений фактов. Что касается моего отношения к самому строительству этих самых заводов, то вы же спрашиваете меня не как человека, а как чиновника, так сказать, наверное, то вот как чиновник, я когда изучал эту проблему, то вот точно знаю, что, например, в Норвегии, в стране с очень высокими экологическими стандартами и требованиями размещено три таких завода. Значит, вероятно, можно их размещать. Значит, если они там сочли возможным их построить, значит, они уверены в их безопасности, они уверены в эффективности этого производства, ну и так далее. Но в любом случае хочу еще раз заверить, что вот до того, как кто-то что-то начнет строить, я не знаю, какие планы группы компании «Титан», но еще раз говорю, они должны пройти и процедуру публичных слушаний, и процедуру государственной экологической экспертизы. В ходе публичных слушаний естественно все население города Омска будет иметь возможность высказать какие-то свои замечания по поводу места размещения этого самого объекта и так далее. Ну а в ходе государственной экологической экспертизы будет вообще рассматриваться весь комплекс вопросов связанных с размещением, эксплуатацией, последствиями строительства этого объекта. А как будет проходить эти публичные слушания? Ну как, естественно, будет публикация в средствах массовой информации о том, что будет объявлена дата этих публичных слушаний, так сказать, место этих публичных слушаний, и, пожалуйста, все желающие, все заинтересованные могут представлять свои возражения как письменные и участвовать в этих публичных слушаний. — Еще такой вопрос, Николай Александрович. Вот индекс без изменения атмосферного воздуха у нас понизился для разственной физики. Вот можно рассказать механизм, как выводится в индекс, потому что вот такая есть версия, что воздух у нас стал как бы чище, потому что его стали как-то мониторить по-другому. — Нет, если не просто цифрами отчитываться, а, скажем, как-то эти цифры анализировать, то, конечно же, надо, если уж там, что называется, резать правду матку, то получение этого индекса это, безусловно, не только следствие какой-то активизации природоохранной деятельности, скажем, хозяйствующих субъектов, это еще и стечение благоприятных природных факторов, поскольку, ну вот, если брать там ту же самую, например, там, объекты ТГК-11, Газпромнефти и так далее, при благоприятной эрозии ветров, значит, когда она, когда вот она, как бы, эти ветра дуют так, скажем, как это обычно происходит и с той интенсивностью, то вот большая часть вредных веществ выбрасываем к атмосфере, она рассеивается. А когда стоят аномальные погодные условия, как вот этим летом, вы все знаете, да, вот, если брать отдельно взятое это лето, то у нас индекс с показателя прошлого года 6 вернулся к показателю позапрошлого года 10, поскольку, значит, ветров не было, стояла безветренная погода, и поэтому те же самые выбросы той же самой ТЭЦ-5, так сказать, они не рассеивались по ветру, а падали там рядом с трубами этой самой ТЭЦ-5. Отсюда огромное количество жалоб жителей поселков Ростовка и так далее, и так далее, значит, на загрязнение. То есть, это, ну, если хотите, может быть, парадокс, ну, вот, например, как бы, для экологии, чем хуже погода, то есть, чем сильнее ветер, тем больше осадков, тем лучше, тем выше температура, так сказать, и тем меньше ветра, тем, соответственно, состояние воздуха, в частности, оно ухудшается. Но это просто, еще раз, говорит о том, что цифра, это не все, так сказать, да, и цифра, это не самоцель, самоцель, это, конечно же, просто улучшение состояния жизни, ничей, поскольку охрана окружающей среды, она ведь преследует целью создания комфортных условий обитания человека, не достижения, там, плановых показателей, там, цифр каких-то и так далее, а именно создания комфортных условий. Этого мы, конечно же, не добились, несмотря на то, что у нас благополучный индекс загрязнения атмосферного воздуха, а вот будем работать над этим, и с вашей помощью, с помощью всего населения будем добиваться. А мы будем мониторить все те же гидрарные цены? Конечно, безусловно. Значит, в измерениях, так сказать, в процедурах ничего не есть, не изменилось, нет, нет, абсолютно. Так, пожалуйста. В начале диеты были сообщения, то есть, просто, о технике, о фекалии, о фекалии, о фекалии, о фекалии, о фекалии, о работе в этом управлении, и второй вопрос, что там, что там сейчас, нового происходит? Спасибо. Спасибо. Значит, что касается фекалии в Иртыше, значит, ну, это был, к счастью, разовый выброс с какого-то корабля, ну, по всей вероятности, значит, поскольку он, этот источник выброса, на самом деле, не был установлен, значит, ну, предположительно, то есть, скажем, с 90-процентной вероятностью, это некое судно, которое вот шло из верховья ФРТШ, из района Казахстана, значит, и вот эта пленка фекальная, она прошла, так сказать, и ушла, и вот, и больше таких фактов не было выявлено. Ну, да, действительно, в Новоаршавском районе, например, в смысле, в Новоаршавке у нас были зафиксированы вот эти случаи попадания, так сказать, недостаточно очищенных даже вот, вот, но сказать, что это какая-то такая вот, что-то постоянные какие-то выбросы нет возможности, значит, вот плохо, конечно, что нам не должно установить, вот, все-таки, источник тоже, и привлечь к ответственности, это плохо, это, ну, наверное, и наша вина в том числе, вот, ну, это, к счастью, быстро прошло, очень быстро прошло, эта пленка, так сказать, и дальше, значит, ее локализовали, значит, обезвредили, а больше таких фактов не было выявлено. Что касается отничьи гавани, то это, вот с моей точки зрения, очень важно, я бы даже сказал, уникальный для города объект, очень даже не для города, потому что это особо охраняемая природная территория в самом центре города с более чем с миллионным населением, вот, она объявлена особо охраняемой природной территорией, и проведен большой комплекс работ, еще раньше, по сохранению, скажем, ареала животных, и рыб, которые там обитают, и вот сейчас, сейчас идет, соответственно, долгосрочная целевая программа и строительство детского досугового комплекса на этой территории. Вот вы, конечно же, видите, да, вот уже, как там облагородили территорию, сколько там деревьев новых высадили, сейчас забором обносится эта территория. Что, вчера? Нет, не только вчера, почему? Эта работа, она давно ведется, она уже третий месяц ведется, эта работа. Значит, но это только часть, это только часть, естественно, задумок, скажем так, первый этап, в этом году на средства областного бюджета было выделено, вернее, из областного бюджета было выделено 29,5 миллионов рублей на вот эти работы, которые ведутся, то есть там же, вот эта территория, скажем так, парка примыкающего, к самой птичьей гамме, не входящая в состав особо охранения и крупной территории, она заросла, кленом, который у нас, по сути, тоже таким сорняковым становится деревом, значит, вот это все выкорчевали, все эти сорные посадки, значит, спланировали грунт, вот сейчас ведется работа по посадке берез и хвойных деревьев, по высадке цветов, значит, и вот по внесению забора. К сожалению, у нас здесь есть тут проблемы, проблемы какого порядка? То есть, это вообще стройка, этого детского досугового комплекса, она запланирована, не включена в план мероприятий по подготовке к 300-летию города. И строительство этого комплекса должно быть завершено по плану в 2014 году, но поскольку это распоряжение о мероприятиях этих, издавалось правительством Российской Федерации, поэтому было заложено, суфинансировано. В частности, в этом году на строительство этого комплекса предполагалось 29,5 миллионов рублей из областного бюджета и 107 миллионов рублей из бюджета федерального. Но распоряжением правительства Российской Федерации 31 мая этого года вот эти 107 миллионов федеральных денег были перенесены с 2012 года на 2015 год, что нас, конечно же, не устраивает. И мы ведем очень большую работу от того, чтобы попытаться все-таки эти денежки с федерации вернуть и получить не в 2015 году, хотя бы в 2013. В 2012 мы их уже не получим точно совершенно, но в 2013 все-таки мы рассчитываем их получить. Финансирование этой стройки идет в Российской Федерации по линии Министерства культуры. И вот министр культуры господин Мединский, он во всяком случае обещал вернуться к рассмотрению этого вопроса. То есть у нас такой постоянный обмен и письмами, и в ходе переговоров. Он обещал вернуться и мы надеемся, что все-таки в 2013 году мы эти деньги получим и сможем начать уже строительство самого комплекса. То есть там три здания, здание зоопарка, лечебницы и, собственно, центра. И сможем построить и сделать еще один уголок такой живой природы с одной стороны, а с другой стороны место, где можно отдыхать, где можно наслаждаться природой. Скажите, а вот именно по воздуху, если по процентной концентрации посмотреть, загрязняется воздух от промышленных предприятий или в основном а это выхлопные газы? Ну, если... Давайте я вам вот что хочу сказать. Значит, есть статистика федерального статистического наблюдения. По этой статистике за 2011 год атмосферу выброса от стационарных источников составили 236 тысяч тонн. 236. Из них порядка 30% чуть больше 70 тысяч тонн это выбросы от 5-й ТЭЦ. ТЭЦ номер 5. То есть 30% выбросов это ТЭЦ 5. Вот, пожалуйста. А в совокупности, если брать ТЭЦ 4, сюда приплюсовать, ТЭЦ 3, то есть объекты ТГК-11, так их назовем, это уже, получается, 50% всех выбросов загрязняющих веществ атмосферы от стационарных источников. 50% ТЭЦ 5. Значит, ну, поем ТЭЦ 5, это еще, конечно же, Газпромнефть, но объем выбросов Газпромнефти, он сопостаёт с выбросами, а не третий, так сказать, по количеству выбросов после ТЭЦ 5 и ТЭЦ 4. То есть, ну, можно уже говорить, да, о том, о той работе, которую проводят на Газпромнефть по обеспечению охраны окружающей среды. Что касается выбросов от нестационарных, от передвижных источников, то есть машин те же самые, то их машин все больше и вот, опять же, по суммарному объему выбросов, да, 236 тысяч тонн это выбросов стационарных и 205, по-моему, тысяч тонн это выбросы от нестационарных источников. Вот, можете сопоставлять, так сказать, делать выводы. Ну, это растёт цифра? Да, безусловно, безусловно растёт. Ну, с учётом, вот я говорю, платы за негативные воздействия, да, рубль 30, так сказать, за выброс тонны, выхлоп от тонны бензина от дизельного 2,50, так сказать, ну, 2 рубля 50 копеек. Тут копеечные какие-то, такие цифры, которые, конечно же, никак не стимулируют, ну, например, к переходу даже на более экологически безопасное топливо. Так, пожалуйста, как вы, опять у нас МГС. Птичья, птичья гавани, когда там были уже, как-то не знал, предотвращение, что там кутки проходили, дорогу, и там были птичья гавани, как бы это, может быть, смешная вопрос, но когда на такой скоростной амбрицаре, да, очень скоростная амбрицарь, и сейчас мы устали, вы предлагаете подземный переход для них сделать, значит, или? И на праздник, допустим, чтобы они переходили дорогу, которые люди не пострадают, да, это уже ГТП может произойти и сейчас кем-то? Ну, честно говоря, я не знаю, не готов предложить варианты, как выпасать утокность, так сказать, в положенных местах, ну, что-то, не знаю, затрудняюсь, затрудняюсь. Нет, ну, что же, пусть, значит, ну, я первый раз опять же слышал о том, что там утки переходили дорогу, ну, пусть один раз перейдут, ничего страшного. Ну, вероятно, значит, одна из мер, которые возможно поставить знак, соответственно, что есть же знаки дорожные, там, да, так сказать, возможен выход животных на дорогу, да, вот у меня есть, давайте поставим предупреждающие знаки, попросим, обратимся в ГИБДД, чтобы они установили этот дорожный знак вот там в месте, тем самым мы будем обращать внимание водителей, так сказать, на возможную встречу, значит, и тем самым минимизировать негативные последствия. А такая практика есть, да? Ну, да, безусловно, конечно, конечно, да, 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 я поймёчу тебе, значит, спасибо. Ну, дворняшки сейчас, вот утром сегодня я вышла, они настолько сейчас ориентированные, сами загорается свет зелёный, они проходят. Так, пожалуйста, ещё, да. Николай Александрович, Александр Денисов, Суперонский, я бы хотела такой вопрос задать, может, я что-то не поняла, я сразу же устраняюсь, но вот плата за загрязнение воздуха, она равна для всех, например, для столовой какой-то, так и для предприятия. это же определяется, значит, ну, вот на самом деле очень сложный такой механизм, значит, для того, чтобы получить разрешение, нужно, самое сложное, это заказать, конечно, проект образования тех самых, всех негативных воздействий, то есть, есть достаточно большое количество организаций, так сказать, как коммерческих, так и некоммерческих, ну, в смысле, государственных и негосударственных, которые эти проекты для любой организации, которая обратится, рассчитывают, то есть, ну, рассчитывают и количество выбросов в атмосферу, количество сбросов, значит, например, ввода, канализования, и количество отходов образуемых, размещаемых где-то. Исходя вот из этих цифр, значит, формируется уже, соответственно, объем допустимых, допустимых выбросов, и исходя из этого объема, устанавливается плата, потому что, если там, скажем, ну, ведь в федеральном законодательстве, я уже сказал, установлена плата, ну, грубо говоря, за тонн каждого, там, выброса, сброса, размещения, загрязняющих веществ. Исходя из того, что в проекте указано, естественно, тот, у кого будет просто тонна, например, отходов в год, он будет платить одну сумму, а тот, у кого тысяча тонн, они будут, ну, грубо в тысячу раз больше платят. Исходя из того, как платят та же, вот, 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 я уже сказал, что у нас всего за прошлый год сто семь девятьдесятых миллионов было оплата, значит, из них порядка пятидесяти процентов это предприятие ТГК-11 заплатили, но здесь, здесь нужно иметь в виду, что, вот, самая большая доля платы, это, конечно, плата за размещение отходов, а поскольку ТГК-11 у них вот большое количество золо-шлаковых отходов, на золо-отвал идет, то у них поэтому и плата, конечно, самая большая, но могу сказать даже конкретно, вот, ТГК-11 за прошлый год заплатила сорок девять с половиной миллионов в качестве платы за негативное воздействие, значит, Газпромнефть, Омский МФЗ, семь миллионов девятьсот восемьдесят шесть тысяч, Омский Каучер, четыре миллиона восемьсот шестьдесят одну тысячу, вот, самые крупные платилищики, 4 миллиона восемьсот шестьдесят одну тысячу, это за 2011 год, за шесть месяцев этого года полтора миллиона рублей. Ну, все равно копить, вот, с моим представлением, если, если вот говорить о том, скажем, ну вот, о масштабах деятельности этих предприятий и, скажем, количестве жалоб, поступающих на негативное влияние в деятельность этих предприятий на окружающую среду, я считаю, что это несопоставимо мало. Но здесь, да, здесь надо иметь в виду, вот возьмем, ну, опять же, это еще уместно, да, ТГК-11, главная проблема, с точки зрения экологии, деятельности этих станций, это то, что они работают на Экибастузском угле, угле с очень высокой степенью образования отходов, порядка 44-46% вот этого угля идет в отходы, то есть образуются эти самые золо-шлаковые отходы. Например, кузбасские угли обладают намного меньшей, так сказать, да, там, зойностью, да, то есть там значительно меньшей зойностью, а, например, при сжигании газа процент образования вредных выбросов вообще минимален. Но, когда мы, например, предложили специалистам руководства нашего, так сказать, филиала ТГК-11 проработать вопрос о переходе с экибастузских углей на кузбасские угли, которые, вот, еще раз, с точки зрения экологии более благоприятные, значит, они посчитали, говорят, да, там, не беря во внимание, скажем, их собственную экономику, то есть затраты, они, говорят, значит, посчитали стоимость самого угля кузбасского, а он на, ну, значительно дороже, стоимость транспортировки его из Кузбасса, так сказать, что, оказывается, тоже дороже, чем из Казахстана вести, и сказали, значит, ну, вот, мы там, не беря во внимание какие-то прочие затраты наши, то есть вот только расходы чисто на сырье, на уголь, его транспортировку, должны повысить тариф, тариф на тепло от объектов ТГК-11, примерно на 50%, да, то есть вот, соответственно, значит, ну, то есть, может, такой вывод, как бы, да, за лучшие экологические условия придется платить, как бы, нам с вами, как жителям города Омск, значит, и, соответственно, вывод делает каждому, что лучше, так сказать, да, то есть, жечь и кибастузские угли с высокой зольностью, или жечь кибастузские угли и больше платить, так сказать, за тепло и электроэнергию. Коллеги, работаем сейчас, давайте последний вопрос тогда. Хорошо. Я на герасиму, а вот 55. Вот, вы сказали, что 95% фиорических лиц они не платят, не вносит плата. Кто-то должен это контролировать? Кто и как? Хорошие вопросы. Конечно же, конечно же. Но, вот я вам просто для примера хочу сказать. Я уже, в штате нашего министерства есть целое управление экологического надзора, которое занимается проверками деятельности хозяйственных субъектов, вот, вопросов соблюдения экологического законодательства. Так вот, в штате этого управления всего 11 государственных инспекторов. 11 на всю область. Значит, на всю область. То есть, 4 в городе, 7 на районной области. И, в частности, у нас вот на 7 северных районов, Аттары и Северный, один инспектор. И больше средств и бюджета нет на содержание. То есть, эти наши инспектора работают и напряженно, и достаточно эффективно. Есть замечания, но, как бы, достаточно эффективно, но они реально не в состоянии обойти все эти предприятия, потому что, ну, как вы понимаете, во-первых, для того, чтобы провести проверку, нужно соблюсти еще и требования 294-го федерального закона, защищающего права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверок, а соблюсти отключик формальности. В общем, я думаю, мы, конечно же, еще приходим, мы составляем протоколы, штрафуем, но это все равно, мы вот силами этих вот 11 человек мы не сможем, причем они занимаются уже не только этим, у них еще масса других всяких разных задач, функций, там, и проверок. Я-то почему, собственно, обращаюсь, чтобы, еще раз говорю, мы не хотим никого штрафовать, на самом деле, да, наша задача не штрафовать, нет, наша задача, чтобы люди вот формализовали свою деятельность, получили закон, в установленном законном порядке разрешение на этот самый выброс и платили плату за негативное воздействие. Не штрафа наша цель, а вот без вашей помощи, без вот активной компании по как бы побуждению к внесению, добровольному внесению этих платежей, я думаю, мы ничего просто добиться не сможем. А наши специалисты, они работали и будут работать в этом направлении. Ну и, кстати, мы привлекаем, у нас свыше трехсот лиц юридических помещенок ответственности, да, вот за эту деятельность без разрешения, либо за ненесение платы в установленные сроки, там два вида, две статьи в кодексе административном есть, предусматривающие ответственность за правонарушение в этой сфере. Значит, еще раз говорю, мы не в состоянии наших 11 инспекторов обойти десятки тысяч налогоплательщиков. Не знаю, где вы турлила ли я вас от этого, но вот это так. Давайте, только последний, все. Потому что не приводится много вопросов. А куда идут деньги, которые удается собрать, вот эти вот сангуры? А второе, помимо привлечения средств масляной информации, как еще померете работать со знанием населения, то, что касается слова, и сколько может стоить один пункт выдыхаемого воздуха? Ой, ой, ой. Ну, на последний, значит, если говорить о выдыхаемом воздухе, то он ничего не стоит. Это сразу можно сказать. А вот за два других вопроса спасибо. Я совсем как бы за... Куда идут деньги? Ну, деньги идут в бюджет, естественно, они там обезвлечиваются. Потом уже в бюджете по нашим заняткам рождаются всякие разные программы расходов на наши экологические нужды. Ну, я хочу сказать, что вот я называл там цифры такие относительные, да, то есть там в процентах от расходов, но вот в прошлом году на экологические нужды в области Срачина, то есть 0,1% это 199 миллионов рублей. ну, это все, это начиная от леса, окончая воздухом, или наоборот, начиная от воздуха, окончая лесом. Теперь в отношении того, как мы собираемся привлекать население или как мы используем. Ну, вот, значит, ну, вот, в министерстве мы собирали и встречались с руководителями всех известных нам крупных экологических объединений. Состоялся очень интересный диалог, обмен мнениями, значит, нас критиковали и во многом заслуженно критиковали, правильно, значит, не ошибается только тот, кто ничего не делает, это известно, значит, а вот, как выяснилось, далеко не все, значит, в этой экологической деятельности, в том числе и в общественной, формализовано. Есть достаточно много неформальных групп, и вот мы, по моему поручению, так сказать, то есть, наши специалисты вели работу, и, например, в частности, в социальных сетях, значит, обнаружили, что у нас есть некое движение, абсолютно неформализованное, молодежное движение, которые просто собираются время от времени, значит, и их, как бы, лозунг «мусору нет», так сказать, да, и они просто вот собирают, да, собираются и вот в том или ином месте, значит, через интернет, опять же, через сети, там, ВКонтакте, там, и так далее, списываясь, так сказать, собираются и просто вот сами убирают какие-то участки. И вот мы узнали и хотим сейчас, значит, во-первых, скажем так, распропагандировать деятельность, скажем, этого движения, помочь им, безусловно, вот в эту субботу, в эту субботу вот эта группа молодежи собирается провести такой субботник в Советском парке культуры и отдыха. Вот. и мы очень благодарны, очень ценим, конечно, такую инициативу, безусловно, отметим, вот насколько это в наших силах активистов этого движения, конечно же, сами примем участие в этом. И через вас хочу обратиться, чтобы вот эта инициатива стала достоянием всей общественности города, значит, и получила дальнейшее развитие и продвижение, чтобы не только через эти сети социальные, хотя это, конечно, великое, значит, достижение, там и такой великий двигатель всего прогрессивного, значит, но и через средства неэлектронной, так сказать, через средства массовой информации вот эта инициатива получила дальнейшее развитие и продвижение. Так что приглашаю всех, значит, субботу, так сказать, в Советский парк, значит, участвовать. Мы обеспечили... За нами, значит, транспорт для вывоза мусора и так далее. То есть материальная часть за нами, значит, а уже руки, они вот за заинтересованными людьми.